На турниках и брусьях эти спортсмены проделывают невероятные трюки. Они сальтируют, зависают в воздухе и порой держатся всего лишь за счет нескольких групп мышц. Мы можем кого-то замотивировать, начать заниматься и развиваться. Это очень круто, потому что одна из причин, по которой я столько занимаюсь, это чтобы мотивировать других к развитию. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья спортивный праздник. В честь Международного дня студентов в Щелковском районе прошел яркий фестиваль. Мероприятие в таком масштабе проводилось впервые. Наши спортивные сооружения должны быть предоставлены молодежи, жителям. У нас большое количество молодежи. У нас есть хорошее учреждение среднего профессионального образования. И для них это, пожалуй, такое мероприятие, которое, наверное, еще привлечет больше ребят к занятию спортом. Программа большая. Соревнования по мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната. Среди участников немало тех, кто приехал выполнить нормы ГТО. Всего больше тысячи человек. Почти из 20 образовательных учреждений Подмосковья. Конечно, и из Щелковского района. Я уже сдаю норму ГТО третий год, потому что мне это нравится. Потому что я пытаюсь готовиться, держать себя в тонусе. Этим студентам ГТО помогает не только добиваться спортивных успехов, но в первую очередь совершенствует личные результаты. А по-настоящему сплачивает участников между собой командные соревнования. Сыграли очень хорошо. Девочки все настроены на игру. Выиграли уже две игры подряд. Надеемся, что выйдем в финал. Финал прошли, но заняли второе место. Первое взяли волейболистки из Московского областного государственного университета. Победителями по мини-футболу стала Академия гражданской защиты МЧС Российской Федерации городского округа Химки. Самыми сильными в перетягивании каната названы спортсмены из Серпухова. Они представляли губернский колледж. Зрелищной частью программы организаторы сделали флешмоб «Манекен Ченж». Это напоминает всем известную игру «Море волнуется раз». Только все занимаются спортом и на время замирают. Хороший пример заразителя. Но участниками праздника стали и щелковские школьники. Для них организаторы подготовили отдельную игровую программу. И, конечно, со спортивными элементами. Подобные мероприятия в нашем районе могут стать хорошей традицией. Организаторы нацелены провести фестиваль в следующем году на этой же площадке. Здесь есть все возможности для роста, развития и привлечения к спорту большего числа участников. Это те студенты, которые завтра уже выйдут в взрослую жизнь, в большую жизнь. И уже станут теми самыми лицами, которые будут продвигать комплекс уже на своих предприятиях, в своих организациях, в своих учреждениях. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».